возьмите вашу библию руки скажите бог это моя библия я открываю мое сердце чтобы принять твое слово слово которое сильно изменить мою жизнь и сделать меня победителем во имя иисуса христа аминь аллилуйя это так чудесно потому что на самом деле мы говорим что наш господь которому мы верим которому мы служим он реальный он бог благословения он бог праведности мы говорили в среду мы говорили прошлое воскресенье о том что каждому из нас нужно смотреть внутрь своего сердца и задавать себе этот правильный вопрос что я делаю с божьим словом который приходит мою жизнь если божье слово которое приходит мою жизнь она не практикует со мною то это говорит о том что я еще младенец я не хочу возрастать поэтому младенцы они не сведущие в писании то есть другими словами давайте я переведу это на на мой современный язык младенцы они послушайте они несовершенны истине божией потому что они всего лишь только говоря о слове божьем как о чем-то теоретическом но взрослые люди мы об этом говорили много в среду взрослые христиане они говорят о применении слова божьего на практике в своей жизни и в этом есть вся разница оказывается можно всю жизнь ходить церковь читать библию слушать хорошие послания проповеди и из все равно оставаться младенцем духовным младенцем но можно прийти в дом божий и буквально после первой недели времени пребывания в доме божьем начать практиковать божье слово и это тебя начинает делать взрослым и вот вся разница многие люди они хотят быть взрослыми но одного хотения недостаточно потому что надо начать практиковать это практиковать своей собственной жизни если бог говорит делать добро делай добро если бог говорит твое слово в твою жизнь слову о том что ты должен прощать начни прощать если бог говорит слово что ты должен примиряться с твоими врагами начни примиряться но многие люди они ведут себя так как будто бы эту слову говорит повеление кому-то они им лично и потому в их жизни ничего не меняется и не говорят я уже 10 лет церкви я уже пять лет церкви но он моей жизни так ничего не меняется но бог никого не насилует бог никого не заставляет насильно бог говорит я стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит мне я войду к нему буду вечерить с ним и он со мною вот в этом есть благословенная наша привилегия следовать так за господом исполняя его слову иисус говорит когда ученики принесли ему еду четвертой главе ивана и она он говорит им они говорят им ученики говорят иисусу учитель ешь мы принесли еду из города а иисус им отвечает моя пища сушки моя пища в греческом оригинале там написано еда настоящая которую я ем есть творить волю пославшего меня отца и завершить дело его я хочу сказать сегодня каждому из нас твоя настоящая еда как духовного человека есть творить волю отца завершить его дело а что и завершить его дело это привести в англии людям то есть благую весть ответ на их не нужду и принести в их жизнь царство божие то есть освобождение от всякого ярма и от всякого рабства в имени иисуса христа и это есть завершить его волю потому что он хочет бог наш хочет чтобы все люди спаслись и наследовали жизнь вечную мы говорим сегодня о нашем особом празднике в котором мы находимся и в народе этот праздник почему-то называют верб на неделе но так случилось я прошлый раз говорил и если вы в случае принесли с собой вербни гелячки мы были во львове и там везде продают такие знаете у них букет и продает они конкретно готовятся к этому празднику у них такой букет состоящие разных видов там цветов ветвей и разных видов там этих опять такие растений которые они там в пучки такие связывают ну достаточно красиво это все выглядит и все равно я говорю это не то что было в этот праздник уже поставили начитала для нас это событие из каждый евангелист он открывает для нас эту историю по-особому ну я вам должен сказать я точно точно о том что в этот день не иисус не говорил о вербе не ученики и вербы там вообще не было там она просто вырастает аллилуйя давайте мы просто не будем об этом говорить почему как и зачем я читал эту бредовую историю которая написана в объяснении этого праздника на некоторых сайтах ортодоксальных и я скажу что самая лучшая информация которую можете представить по этот праздник она находится в евангелии и мы читаем это я читаю в новом переводе 21 глава и первых 16 стихов очень важные стихи потому что они они вдохновляют они пока показывают нам суть вот знаете той глубины что бог хочет донести до нас через этот праздник и когда они подарили к иерусалиму и пришли к ифагию к масличной горе иисус послал двух учеников отправляясь деревню напротив сказал он им вы сразу же увидите с лицу на привязи с ней молодого осла отвяжите их и ведите ко мне а если кто скажет вам что-нибудь отвечайте они нужны господу и он тот час позволит их увезти это произошло чтобы исполнить сказано через пророка захария в 9 главе и он говорит это пророчество скажи дочери сиона вот царь твой тебе направляется он кроток восседает на осле на молодом осле сына и ослицы вьючной ученики пошли и сделав все так как велел им иисус привели с лицу и сленка и положили на них одежды и усадили иисуса и огромная толпа устилала дорогу своей одеждой другие же ломали ветви с деревьев и усилали ими путь вот откуда вот они взяли вырву но вырваться на дерево это кусты аллилуйя и толпы людей шедшие впереди него и сзади кричали асана сыну давида благословен идущий во имя господне асана в небесах и когда иисус ходил в иерусалим весь город был в волнении кто это такое спрашивали люди это пророк иисус из назарета что в галилее отвечала толпа иисус пришел храм и выгнал оттуда все кто продавал и покупал храме и опрокинул стол стол и менял исками торгующий голубями иисус сказал им писание сказано дом мой будет назван домом молитвы а вы превратили его в раз по разбойничий притон храме подошли к нему слепые храмы и он их исцелил и старшие священники учителя закона видя удивительные дела которые он совершал и детей кричащих храме асана сыну давидову возмутились и сказали ему ты слышишь что они говорят да отвечает им иисус разве мечтали то хвала для тебя совершено что исходит из уст детей и грудных младенцев аллилуйя мы говорим сегодня об этом праздник мы говорим о празднике и в этом празднике важны не ветви в этом празднике важны не одежды под ногами осла иисуса в этом празднике важен даже не сам осел который везет иисуса но в этом празднике важно то событие которое начинается для всего народа когда мы говорим об иерусалиме иисус приходит в иерусалим это место место божьей славы это место я скажу это место явления самого того искупления которое должно было произойти ну можно много говорить об истории и о преданиях которые связывают это место с как бы захоронением самого адама можно говорить о том что это место то же самое где авраам приносил и исаака в жертву на горе мария так называемой можно говорить очень много не буду ничего натягивать на на это событие или что хочу сказать о том что бог так распорядился что искупительная жертва была совершена именно в этом месте для всего человечества и это был божий план я просто хочу обратить ваше особое внимание на важность этого праздника потому что именно в возвращении или восхождение иисуса в иерусалим положено начало тех освобождающих событий которые должны произойти в нашей жизнь и когда мы говорим сегодня об иерусалиме как особом месте который бог выбрал то это было для того чтобы совершился сам это так но мы знаем уже иисус объясняет это в 4 главе ивана пиана когда он беседует женщина из самарийского города он говорит что наступает время и настало уже когда уже не в иерусалиме и не на этой горе и не в иудее но истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине мы ник чуть не умаляем значение самого иерусалима и святой земли и если у вас когда-нибудь появится такая возможность посетить эту землю и увидеть эти святые места это поможет вам навести хорошую резкость и фокус на евангелие вы сможете увидеть библию ну как она есть на самом деле многие из тех мест которые там есть и вы можете их увидеть и пощупать своими руками они примерно так еще и продолжает выглядать как это было тогда много вещей там есть уже ну как бы скажем но канонизированных или просто там уже дописано что именно так есть многие вещи они противоречат друг другу там потому что сам бог так распорядился чтобы стереть с лица земли какие-то святые камни какие-то святые места и просто он не захотел чтобы поклонялись творению вместо творца так бог распорядился но такие в нас мы планируем все-таки поехать в израиль в этом году и мы начинаем уже к этому готовиться и еще ничего конкретного нет но мы хотим туда ехать поэтому я скажу просто о том что сегодня есть некоторые дороги времен там на улицах в иерусалиме времен и иисуса христа и они доказывают что именно вот эти колонны вот эти плиты вот эти камни вот они свидетельствуют о время временах иисуса христа но почему-то это метров на 45 ниже сегодняшних улиц вы понимаете то есть поэтому говорить о том что за эти две тысячи лет там ничего не поменялось и когда люди говорят вот это именно тот камень на который иисус сперся вот это именно то скала на которые его положили это всего лишь только домыслы мы говорим о другой мы говорим о сути того что совершилось поэтому когда мы говорим иисус приходит иерусалим это место восходит вирус или потому что-то вирус или подниматься надо этого не не спускаться то надо подняться вверх потому что иисус рим находится на горе бог выбрал гору для того чтобы построить там свой город и мы молимся мы говорим бог дай мир иерусалим но сегодня мы говорим о событии которые важны для нас мы читаем о том и лука об этом говорит то когда иисус стал перед иерусалимом там на этой масличной горе он говорит о иерусалим иерусалим сколько раз и хотел собрать тебя как собирать пинцов открыли свои но ты не захотел он обращается он говорит пророчески он говорит народ который я выбрал я хотел вас и ну как бы приблизить себе как детей но вы не захотели я хочу чтобы вы увидели в этом линию разделения потому что вот здесь заканчивается старый завет и начинается новый завет то есть я вам предлагал но вы не захотели я просил вас но вы отказались я был рядом возле вас но вы не приняли и теперь он говорит что-то другое произойдет и это действительно мы будем читать об этом в четверг когда его приготовляли к этому пути и крестному когда он уже был там в доме пилата в ирода в доме когда он получал эти свидетельства там всего лишь только на те говорю эта неделя это всего лишь только исполнение каждого пророческого слова от бытия до малахии все что говорили пророки должно было было исполнится поэтому каждый штрих который вы увидите вот пророческое слово вот исполнение это начиная вну как бы эта неделя это просто исполнение всего того что о нем говорили пророки чтобы никто не ошибся чтобы никто не сказал а может быть это миссия а может быть не миссия а может быть это он или это может быть не он поэтому так много пророчеств от бытия и до малахии они говорили вот так будет выглядеть мессия вот так это произойдет вот так это случится каждый штрих каждое мгновение мы об этом поговорим позже и мы об этом поучимся в среду на нашем служении но я просто упускает потому что он говорит было время я вас хотел собрать но вы отказались и вот теперь приходит другое время когда я вам дам это но уже в другой форме то есть мой завет с вами будет уже не снаружи находиться он будет находиться внутри вы можете читать это в пророке иеремия он говорит 31 глава 31 стиха вот наступают дни говорит господь когда я напишу этот завет в сердце вашим греху вашей беззаконии ваших не вспоминал боли и когда мы открываем послание к евреям 8 главе с 8 стиха он цитирует именно пророка иеремию и он говорит что вот вот это время наступает и пророк пророчествовал об этом почти 600 лет до того как это событие произошло он говорил что вот так будет но апостол учит этому 8 главен говорит это случилось вот это случилось что бог делает другой шаг он пишет этот завет теперь внутри сердца и этот завет уже не будет нарушен это событие уже произойдет так что никто не сможет от него отказаться потому что этот это событие она другое это событие несет в себе другой смысл чем это было в старом завете и все же я хочу сказать сегодня что читая всю эту историю она здесь не напрасно иисус приходит в иерусалим он не приходит на боевом коне он не приходит с какими-то знаете сопровождением армии он не приходит туда как величественный воин завоеватель он приходит как смиренный слуга который едет туда нас ли осел это такое особое нарицательное животное и до сегодняшнего дня мы знаем наши народные сказания в эту сторону и на самом деле я скажу осел пригодный только для домашнего хозяйства это не боевое животное это не то что может вам помочь надо когда вы на него можете рассчитывать это спокойно и такое знаете на самом деле осел не такой упрямый как о нем говорят и упёртый как осел то есть осел достаточно скажем просто у него нет той резвости которая есть коня даже в мула в осла нет такого знаете боевого духа потому что осла легко испугать вы можете резко хлопнуть и осел остановится вы можете сказать там какой-то крик на него и он он просто дальше не пойдет поэтому он непригодный для для боя для войны еще для чего-то это домашнее найти на него наложили мешки там перевесили эту ношу и он все потихоньку топает куда ему надо топать поэтому когда иисус выбирает именно это животное это странно это странно почему иисус выбирает именно осла но я скажу я понимаю сегодня зачем это нужно нам зачем вот полглавы в библии просто посвящено описанию вот того события которые есть и я уже проповедовал эту тему я хочу просто тезисами сказать для вас что сегодня есть много людей которые говорят я просто для домашнего использовать я не спикер я не лидер я не тот который могу являть иисуса христа я просто себе серенький живу дома никого не трогаю меня никто не трогать вы понимаете чем мы говорим вот зачем нужно было в библии вот чтобы так было написано об этом животном что иисус выбрал его чтобы через него явить себя прийти в особый час самый главный час его миссии которую он имел на этой земле он выбрал вот это вьючное домашнее животное на котором просто на лбу написано я не особый я не боец я не воин я не скаковая лошадь я не тот который могу тебе на которую ты можешь положиться трудный момент я просто серенький беленький зелененький фиолетовый маленький ослик которые гожусь только для перевозок таких небольших нагрузок но иисус говорит пойдите и отвяжите его там он там находится я видел его и я хочу чтобы вы привели его ко мне я скажу если говорить оба слева этот праздник то говорить о том что ты вот тот который считает себя домашним и предназначенным только для домашнего бытия но самое больше что я могу рассчитывать это я могу пообщаться в кругу своей семьи с кем но я не публичный человек я не могу выйти на улицу я не могу кому-то заявить я не могу выйти на площадь я не могу так как это делает другие я не могу как наш брат лёня пойти там и кого-то покаять из великих людей но я говорю это тебе только так каждый потому что когда ты откликаешься на божий призыв когда ты отвлекаешься на то что бог призывает тебя твоя жизнь может измениться навсегда твоя жизнь может измениться навсегда здесь есть конечно другая крайность чтобы когда иисус начинает тебя использовать тебе не надо думать о том что это тебе ветви подбрасывают это не тебе одежды бросает на него накинули одежды я я себе так представляю эту картину хотя все рисунки которые видел этот осел идет и просто иисус на нем сидит и он с поднятой головой но мне так кажется что на него набросили одежду так чтобы на голову ему набросили одежду чтобы он даже не видел чтобы его не было видно иисус идет просто но как бы он движется на этом осле и я хочу тебе сказать сегодня твой город твое ростлов твое семейство то место где тебя бог поставил иисус придет туда с помощью тебя аминь это главное событие иисус придет туда с помощью тебя то есть когда ты разрешишь ему стать на твоей жизнь когда ты покроешь себя когда ты покроешь себя скажешь иисус я хочу привести тебя в мой город ты согласишься это станет революцией это станет победоносным шествием славы всемогущего бога послушайте когда иисус приходит вирусалим он первым делом он приходит в храм и первым делом что он делает я не могу себе представить этого иисуса потому что все весь новый завет от его рождения и вот буквально до этого события мы видим иисуса ансен мы видим иисуса но скажем очень таким покладистым очень мягким очень лояльны мы видим иисуса добрым мы видим иисуса милостивым являющим доброту в нем нет никакой агрессии в нем нет никого знаете такого раздражения в нем есть ну просто миловидность а тут мы читаем этот особый день иисус что-то делает вот представьте себе он берет веревку он начинает выгонять из храма вот переворачивать столы вот я не могу себе представить такого иисуса он он возмущен он в ярости послушайте иисус приходит и знаете представьте себе это на базаре вот вы кто-то приходит на базар и говорит эй ребята она вон отсюда и начинает их не стал и этих обменные пункты переворачивать скот выгонять птицы выгонять отсюда все так говорят о классно молодец классно делаешь нет такого не было знаете какой там было возмущение но что-то произошло в нем была власть который не было ни в ком другом он говорит что вы делаете здесь мой дом наречется дома молитвы и я не знаю ну всего того что должно произойти сегодня в твоей жизни в твоем сердце но я хочу чтобы ты понимал реально когда ты приходишь его присутствие когда ты хочешь поистине найти смысл того бытия который есть сегодня в твоей жизни ты можешь приходить его присутствие через молитву и просить у него водительство и откровения чтобы он открыл твои глаза чтобы ты мог увидеть предназначение твоего храма твоего сердца я говорю это очень важно если я не позабочусь о том для чего предназначено мое сердце чтобы разузнать эту информацию я не смогу принять то что будет происходить в тени это недели еще раз если я не пойму зачем мое сердце сердце наш это храм духа святого если не пойму зачем предназначено мое сердце я не смогу принять правильно то что было совершено и в эту последнюю неделю вы понимаете хотя мы празднуем праздник пасхи как воскресенье из туриста из мертвых но воскресенье является подтверждением или принятием богом то что он совершил пятницу еще раз воскресенье из туриста из мертвых это свидетельство принятие того что иисус совершил 5 потому что когда он умер когда он сказал совершилось и испустил дух то послушайте кровь его которая стала свидетельством договора бога с иисусом а через иисуса со всем человечеством она разорвала эту skin skin и занавес которая отделяла человека от бога это кровь разорвала и в эту же самую секунду это кровь начала говорить перед лицем божьим а поступало говорит что мы имеем того священника который предстал при лице бога со своей у кровью не с кровью козлов и тельцов с кровью который говорит лучше нежели кровь авеля помните да я не буду об этом учить сейчас мы в среду к этому придем потому что именно кровь авеля когда каин его убил она сразу кричала к богу о месте и бог пришел каина говорит послушай каин это у книги бытие в четвертой главе каин послушай кровь твоего брата вопиет о месте бог отомсти за меня и это кровь иисуса она разорвала занавес и это не было вопияние а вместе это было голос а милость поговорит я больше никогда не буду закрывать свой доступ людям ко мне я открыл и когда иисус воскрес из мертвых зачем нужно было три дня зачем нужно было все это время чтобы он находился во гробе зачем ну хотя по времени это не было трое суток это была пятница скажем после обеда когда он умер это была суббота и при наступлении первого дня недели он уже воскрес то есть мы говорим может быть это было даже двое суток но это произошло это случилось для того чтобы показать нам всю правдивость нашего искупления благословения поэтому мы говорим по порядку иисус приходит вирусалим он говорит мы наводим порядок начали в нашем сердце и мы определяем важность зачем храм нужен зачем нужно сердце мы оттуда выгоняем все то что связано с сомнением почему потому что сердце это место где должна рождаться вера я объясню сейчас он говорит выгоняем всякое меняло обменные пункты выгоняем отсюда всех продавцов купить продать выгода выгоняем отсюда всех тех которые ну там создают ажиотаж который создают там определенное знаете ну я не буду сейчас говорить об истории но если вы вернетесь к истории времен из туриста то именно возле храма вот эти базар который был там это было самое коррумпированное место почему потому что они обманывали людей если вы читаете историю современников иисуса христа то на самом деле тогда в храме когда люди просили какую-то жертву перед лице бога они знали реально все знали реально чтобы ты не делал твою жертву не сочинник не примет если ты не купил ее возле храма ты и не не сможет принести уже то есть было настолько все сделано что ты мог купить за три дорого только жертву возле храма а сама свою жертву выращенную а в тут и не мог принести при лице господа уже они тебе стали там не такая шерсть там не такие рога там не такие копыта там не такое еще что то не такое потому он не может быть совершенным а вот наши они совершенны поэтому иисусу это не нравилось потому что они превратили дом божий он говорит в верте как бы пристанище разбойников ну мы не будем об этом много как бы заострять наше внимание потому что у нас есть более важная вещь поэтому говорит ваше сердце она для молитвы для того чтобы общаться с богом поймите правильно если вы будете общаться с богом то в сердце вашим что-то будет приходить и это молитвенные слова с которым вы будете прийти о присутствии будете говорить господь я знаю что у меня есть свободный доступ твое присутствие в твою славу у меня есть свободное время чтобы я там мог бы не случайно в этой же главе вы можете читать иван от матфея и вы увидите что когда вот эти люди начали возмущаться против него когда они начали говорить что-то ты делаешь что ты себе позволяешь когда дети в храме кричали благословен асана грядущему во имя господне он ушел с этого города и здесь же в этой главе есть история что он сказал смоковница на которую не нашел еды засохни и она написана тотчас засохла и потом они говорят иисусу смотри дерево который ты проклял он засохла это в тот самый день если вы почитаете всю эту историю это случилось тот самый день который это произошло это случилось тот самый день и он говорит им вот это то что мы читаем 11 главе марка имейте веру божью здесь 21 главе он говорит те же самые слова верно вам говорю ответил иисус если у вас вера и не будет сомнений то сделайте не только то что я сделал смоковницей но даже если скажете этой горе поднимись и бросим море так будет и все о чем не попросите в молитве получите если будете верить по сути этот текст читай я сразу уже с 21 стиха то есть 1 16 стихом мы читаем о том как он туда пришел и теперь мы начинаем читать как он наводит там порядке он наводит порядке в храме и потом он говорит что вот где этот порядок должен произойти сердце давайте давайте просто буквальном смысле я обращу ваше внимание на это очень важное событие что он сделал храме он говорит если у вас вера и не будет сомнения что такое сомнение одно слово сомнение это некий такой торг да или нет можно не может получится не получится услышит меня бог не услышит если вы очень внимательно то вы реально понимаете что вот что было самым важным это особый день это выгнать сомнение торг из сердца богу не препятствовали продающие богу это не нравилось но совершить то что нужно было совершить они ему не препятствовали но послушайте вот что он говорит там дальше он просто показывает им они не поняли что он сделал поэтому он идет и он приходит с муковниц там нет плодовый он говорит засохни и она сразу ее листья так представляю себе они сразу засохли и они вау вау что случилось иисус ты видишь она засохла я вам показываю ваше внимание я хочу чтобы вы поняли что вы можете рассказать любой ситуации она подчинится вам новые должны знать в вашем храме не должно быть торговли вы не должны думать о том получится не получится услышать не услышит меня бог ответит мне не ответит потому что если вы будете сомневаться то есть вы будете торговаться вы сделаете храм духа святого местом торговли вы не разрешите богу проявиться вы не разрешите божьей славе прийти потому что из-за сомнения вы не сможете получить то то вам надо для жизни на самом деле вот что мы должны понимать он приготовляет наше сердце он говорит даже не сомневайся потому что все то что будет происходить на этой неделе это то что изменит судьбу человечества навсегда и ты не можешь думать о правда ли не правда может быть иисуса может быть магомед а может быть еще буду а может быть еще кто-то в этом участвовал библия говорит о том что есть только один человек один посредник между богом и человеком человек иисус христос и больше никто другой по сути есть только один и твое сердце должно быть приготовлено вот почему нужно сегодня разрешить иисусу перекинуть даже столы в твоей жизнь даже некоторые устрои даже тоже зачем ты привык быть наблюдать ты с этим согласился но сегодня тебе нужно разрешить иисусу навести порядочек в твоем сердце он говорит вот вот на что сегодня важно всего обратить внимание это не на ветви из вербы даже не на ветви из пальмы даже не на одежды которые бросали под ноги ослу и даже не на осла потому что иисус приходит и он наводит порядок иисус приходит да он использует осла сегодня он использует тебя для того чтобы через тебя прийти в твой дом твое родство и тебе не нужно бояться этого но я никто я просто был привязан но сегодня иисус посылает своих учеников и они говорят твою жизнь оставай там нет ты можешь быть свобод ты можешь быть использованными иисус и может быть когда я начинает вести к иисусу я начинает звать иисусу твоем внутреннем состоянии есть некий трепет я же никогда не был я не публичная личность я ничего никто то такой который может стоять на улице или на площади я не предназначен для того чтобы иисус меня мог использовать я не предназначен чтобы что-то великое через меня могло случиться но я скажу осел это самое подходящее сравнение сегодня для меня и для многих из вас если ты боевой конь тебе придется еще долго быть боевым конем на иисус будет использовать этого домашнего осла нарицательное животное которые не имеют это особых качеств для боя для сражения иисус будет использовать этих людей для того чтобы явить свою славу и открыть свое могущество целым нациям и города бог выбирает осла чтобы через него прийти в иерусалим чтобы прийти и совершить самое великое событие которое должно совершить поэтому я скажу что этим и он еще раз подчеркивает что здесь речь не идет о нас здесь речь идет в этом событии о нем об иисусе христе вот кто центр этого праздника вот кто в самом эпицентре всех этих событий поэтому я хочу чтобы ты сегодня был отвязан отвязан от твоих предубеждений отвязан от твоих занятий отвязан от твоего прошлого отвязан от того что ты знаешь о себе своих потомках или предшественников вопрос сегодня о том что иисус может меня использовать и может быть кому-то из вас кажется сегодня это так нереально это такой неподходящий момент это это еще не то время я еще слишком молод или я еще не имею того опыта сын под ярем то есть отвяжите их и они идут мой брат и моя сестра я хочу чтобы ты понимал не брыкайся когда бог приходит твою жизнь дан говорит я могу тебя использовать ты начинаешь плей и говорит невозможно нереально покурит реально возможно я выбираю я хочу использовать я хочу тебя благословить я хочу через тебя пройти но иисус я же не конь бог знает что никой бог знает что ты не публичный бог знает что ты не speaker бог знает что ты не красноречив бог знает что у тебя не куча недостатков бог знает что ты низкорослый бог знает что у тебя есть куча куча вещей которые не подходят под статус привести царя царей господа господствует но именно тебя он выбирает для того чтобы стать доступны для тех людей которые нуждаются в его милости и упрощение а